Булочка с плесенью. Знаете, как-то все-таки по-другому я представлял себе импортозамещение. Плесень и точка. Звенигород, Строгино, Хорошево-Мневники. В другом отделении заменителя Макдональдса. Жуки и точка. Там плесень, тут жуки. Дорогие друзья, вот оно, вот оно, российское импортозамещение. Обещали. Ну, а что тут сложного? Булочка, котлетка, салатик, огурчик, помидорчик готово, продавай, зарабатывай. Нифига, не получается. Оказывается, заменитель Макдональдса не справляется со своей обязанностью. Казалось бы, люди те же. Поставщики зачастую те же. Это же готовый бизнес, который достаточно было просто национализировать. Что-то не получается, да? Если распилить между своими, а не между профессионалами и специалистами, то ничего хорошего не выйдет. Блин, это позор. То есть люди получили инструмент, уже готовый, готовый бизнес. Плесень, жуки, тараканьи лапки какие-то попадаются в сыре. Еще одна новость. Услугу доставки дров жителям Забайкалья, которые так долго хвалились, приостановили из-за коррупции. Заготовкой и доставкой дров занимался Забайкал лесхоз. 21 век. Мы хвалимся не тем, что у нас вся Россия газифицирована. Наиболее экологичный вид ископаемого топлива. Газ природный. А этого у нас нет. У нас нет повсеместной газификации. Мы должны хвалиться тем, что дрова у нас есть. Да еще и можем не забесплатно. Но тем не менее мы можем эти дровишки доставить нашим пенсионерам, нашим старикам. Хотя бы, например. Но даже этого теперь не будет. Лес у нас на востоке для Китая, для Кореи, для Японии. Не для россиян, нет. У нас там такая коррупция, что мама не горюй. Дальше еще веселее. Елена Янчук, наш замечательный товарищ из Мосгордумы, депутат здорового человека, пишет. Экономия на пенсионерах, о которой я часто говорю с трибуны Мосгордумы, увы, обретает все более конкретные формы. На неделе ко мне от разных людей стали поступать сигналы, что органы соцзащиты прекратили выдачу продуктовых сертификатов нуждающимся. Продуктовые сертификаты. В кризисные-то времена необходимая вещь. Если у человека не хватает средств нормально себе купить на покушать, ну, богатая Москва имеет возможность дать ему хотя бы сертификат. Не все же деньги укатывать в бордюринг и плитку, в благоустройство. Нет. Теперь даже этого люди лишились. Сертификат номиналом 2000 баллов давал право купить в сетевых магазинах продукты на 2000 рублей. Эта мера соцпомощи действовала еще с Лужковских времен, была довольно востребована. За прошлый год 10 402 человека в моем избирательном округе обратились за продсертификатами. Это неудивительно. Из 3 миллионов пожилых москвичей, 2 с лишним миллиона получают социальные доплаты до 21 с лишним тысячи рублей, то есть живут на границе бедности. Любые неплановые расходы отбрасывают людей в нищету. Пошатнулось здоровье, надо покупать хорошее лекарство, вышел из строя холодильник, надо платить мастеру за ремонт, вышел срок водосчетчиков, надо менять, чтобы не накрутили тариф и так далее. Сами пенсионеры говорят, эти 2000 баллов на продукты иной раз помогают дотянуть до пенсии. Но теперь это все в прошлом. Друзья, антикризисные меры правительства это то, что должно внушать нам надежду. Еще одна новость. Касается переделка рынка биоактивных добавок. Уже казалось бы, я вас в течение последних, ну, наверное, двух лет держу в курсе того, как в Госдуме при содействии конкретных депутатов продавливали закон о том, чтобы запретить этот мерзкий, богатстоптический iHerb, международный, базирующийся в Америке онлайн-маркет разных биоактивных добавок, витаминок и так далее, и так далее. Додавили. Айхерба в России теперь нет. Сайт включен в реестр неправильных, да плюс еще и санкции. Ужас. Но этого мало. Вдруг выясняется, что дело было вовсе не в Айхербе. Надо всех конкурентов зачистить. Абсолютно всех. Понимаете? Хорошему танцору мешает то одно, то другое, то третье. И вот, пожалуйста. Крупнейшие фармацевтические ассоциации написали очередное обращение премьер-министру с просьбой ужесточить правила онлайн-торговли лекарствами и биоактивными добавками. А отраслевики просят ускорить принятие законопроекта, предусматривающей возможность блокировки интернет-страниц с нелегальными БАДами. Напомним, что есть незакрытый гештальт. В начале года одно такое письмо уже направляли в Мишустин. Результата пока ноль. В последнее время на дистанционном рынке творится хаос. Это не лирик. Это мост реальное подтверждение. Реальная работа по здоровью населения начнется тогда, когда в стране появится реально работающая система мониторинга и оценки качества лекарственных препаратов и биоактивных добавок. Сейчас этим даже и не пахнет. Вот вы покупаете продукцию какой-нибудь фирмы. Ну, теоретически, предположим, фирмы Эволар, очень раскрученной и популярной, которая, как раз, говорят, связана с некоторыми депутатами Госдумы, которые лоббируют законопроекты об устранении конкурентов, так скажем. А как вы поймете, вот то, что в этой таблетке понапихано, это вообще качественное, некачественное, что это там такое? А вы никак этого не поймете и не оцените. Вы можете, конечно, отдать на экспертизу, но это каждую таблетку надо отдавать на экспертизу. Это нереально, тем более для простого человека. Это же денег еще стоит. А государство этим не заморачивается. Никакого контроля того, что мы покупаем в аптеках, нет. Нет, формально оно есть, конечно. Кучу инстанций надо пройти. Я напоминаю, что я учитель химии и биологии. Многие мои ученики уже работают в лабораториях, в сертификационных комиссиях, центрах, в разных местах. Много чего интересного рассказывают. Я, к сожалению, не могу всего этого вам поведать, чтобы никого не подставить, не заложить. Просто поверьте на слово. Коррупция, коррупция, коррупция. Нас реально травят зачастую. В лучшем случае это просто мел. Вы пьете пустышку. И ваши болезни прогрессируют, развиваются, хранируются, все что угодно, кроме пользы и выздоровления. Рядовка сообщает интереснейшую историю. Представлены акты приема передачи. Все хорошо. Многодетную семью из Барнаула хотят выселить из квартиры ипотеку, за которую она выплачивала 9 лет. То есть это добросовестные люди. Они не ждут, что вот мы нарожали детей, теперь нам все должны. Они ипотеку платят больше 9 лет. Компания подсовывает на подпись документы, датированные еще не наступившим августом этого года. Семья Русиных с четырьмя детьми получила уведомление, что они должны освободить жилье, за которое с 13-го года выплатили более полутора миллионов рублей. Из-за банкротства продававший квартиру компании МакИнвест, сообщил рядовке их адвокат. Семье оставалось выплатить всего 58 тысяч рублей. Вы платите 9 лет? Вы выплатили полтора миллиона, и осталось платить 58 тысяч? И вас выкидывают на улицу. Что это за охреневшие сволочи? При этом их обвиняют в просрочке платежа за определенный период. Однако у Русиных есть документ с просьбой не осуществлять в тот период платежи в связи с затруднениями в переводе. Но на этом удивительные заявления представителей МакИнвест не закончились. Семье выдали документы о расторжении договора и акт передачи, составленной на еще не наступивший август 22-го года. То ли у юристов опечатка, то ли у них наперед все подготовлено, чтобы я отказался от квартиры и сам себе подписал смертный приговор. Как объяснил юрист, семья заключила договор с московской компанией, занимавшейся перепродажей. Однако компания просрочила собственные платежи, был признан банкротом. По условиям договора право собственности у Русиных появилось, если бы они полностью, если бы они успели полностью погасить ипотеку. То есть, как известно, если кто-то объявляет банкротство, все его имущество, квартира, машина, кроме одной, кроме единственного жилья по месту прописки, все это конфискуется, все это продается на аукционе, и вот эти деньги идут кредитодателям. Соответственно, если компания стала банкротом, а квартира все еще принадлежит ей, ипотека, это же долгосрочный кредит, только когда вы полностью выплатили ипотеку, квартира становится вашей. В общем, на людях хотят нажиться, их квартиру, за которую они почти все выплатили, хотят отобрать. Эксперты предупреждают о дефиците запчастей и расходников для автомобилей осенью текущего года. Схема параллельного импорта на текущий момент позволила заместить 10-15 требуемого объема. Запчастей уже не хватает, впереди сезон смены шин. Вы знаете, это очень интересный момент. У нас, ну как бы это попроще сказать, зачастую у обывателя достаточно упрощенное, весьма упрощенное представление о закулисной части деятельности, труда тех или иных специалистов. Мы приходим в магазин, на полках уже все лежит. Ребенок приходит в школу, уроки уже подготовлены, дети же не видят, как это все готовится, там в лаборантской, например. Опыты подготавливаются, составляется план урока, готовятся специальные задания, тестовые или контрольные, или какие-то еще. И тут то же самое. Уже сейчас летом поставщики закупают и должны заполнять склады тем, что будет продаваться осенью и зимой. У нас, как известно, зима приходит каждый год внезапно. В октябре, в ноябре у нас регулярно бывают слеты любителей летней резины. Вы знаете, когда люди не успели переобуть своих железных коней в соответствующую сезону резину, очень легко попасть в аварию. И в этом году, учитывая, что у нас дефицит, блин, уже начиная с середины октября, передвигаться по улицам становится откровенно опасно. Вы можете идти по пешеходному переходу. Автомобиль, который будет подъезжать, он будет тормозить. Но человек не нашел зимней резины, резина недостаточно зафиксировала автомобиль, тормоза не сработали, и вас сбивает машина. Это конкретная угроза для жизни каждого из нас, каждого россиянина, для наших детей, наших родственников, для всех, кого угодно, для водителей, которые будут попадать в аварии гораздо чаще. Просто потому, что у нас резины зимней нету. Порядка 90% граждан ФРГ сократили свои расходы из-за высокой инфляции. 75% опрошенных признали, что сильно или очень сильно ощущают рост цен. 46% немцев ждут еще больших проблем с доходами, сообщает немецкая Бильд. Вот это меня, конечно, потрясает. Россия полный провал в плане импортозамещения антикризисных каких-то мер правительства. Но из каждого утюга нам рассказывают, а вы посмотрите, как плохо в Европе. О, ФРГ, о, 90% граждан жалуются. Очень сильно ощутили рост цен. Ну, слава богу, в России это же никто роста цен не ощутил. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях за год с лета прошлого года по вашим ощущениям, каковы темпы инфляции, насколько выросли наши цены. Я не говорю цены, как их считает Росстат, Центробанк. Вряд ли вы покупали за этот год автомобиль, или квартиру, или дом, или яхту, или самолет, или ювелирные украшения. Вот то, что вы покупаете регулярно, бытовую химию, может быть, бытовую технику, электронику, продукты питания, лекарства, насколько выросли цены. ваше ощущение по тому, что происходит в вашем кошельке. Напишите в комментариях, какой регион и какой процент. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делайте репосты, готовьтесь переживать, у нас полтора-два года будет все хуже и хуже. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова